Здравствуйте! А вы хотите быть отливом этой великой волны и скорее вернуться к состоянию зверя, чем превзойти человека. Вы совершили путь от червя к человеку, но многое в вас еще осталось от червя. Некогда были вы обезьяной, и даже теперь еще человек больше обезьяны, чем иная из обезьян. Даже мудрейший среди вас есть только разлад и помесь растения и призрака. Но разве я велю вам стать призраком или растением? Смотрите, я учу вас о сверхчеловеке. Я заклинаю вас, братья мои, оставайтесь верны земле и не верьте тем, кто говорит вам о надземных надеждах. Они отравители, все равно знают ли они это или нет. Они презирают жизнь, эти умирающие и сами себя отравившие, от которых устала земля. Позже исчезнут они. Но и теперь еще, братья мои, скажите мне, что говорит ваше тело о вашей душе? Разве ваша душа не есть бедность и грязь и жалкое довольство собою? Поистине, человек — это грязный поток. Надо быть морем, чтобы принять в себя грязный поток и не сделаться нечистым. Час, когда вы говорите, в чем моя добродетель? Она еще не заставила меня безумствовать. Как устал я от добра моего и от зла моего. Не ваш грех. Ваше самодовольство вопиет к небу. Ничтожество ваших грехов вопиет к небу. Но где же та молния, что лизнет вас своим языком? Где то безумие, что надо бы привить вам? Смотрите, я учу вас о сверхчеловеке. Он — это молния. Он — это безумие. Пока Заратустро так говорил, кто-то крикнул из толпы. Мы слышали уже довольно о канатном плесуне. Пусть нам покажут его. И весь народ начал смеяться над Заратустрой. А канатный плесун, подумав, что эти слова относятся к нему, принялся за свое дело. Вот стоят они, — говорил он в сердце своем. Вот смеются они. Они не понимают меня. Мои речи не для этих ушей. Неужели нужно сперва разодрать им уши, чтобы научились они слушать глазами? Неужели надо греметь, как литавры, как проповедники покаяния? Или верят они только заикающемуся? У них есть нечто, чем гордятся они. Но как называют они то, что делает их гордыми? Они называют эту культурую. Она отличает их от казапасов. Поэтому не любят они слышать о себе слово «презрение». Буду же говорить я к их гордости. Горе приближается время, когда человек не пустит более стрелы таслы своей выше человека, и тетива лука его просочится дрожать. Я говорю вам, нужно носить в себе еще хаос, чтобы быть в состоянии родить танцующую звезду. Я говорю вам, в вас есть еще хаос. Горе приближается время, когда человек не родит больше звезды. Горе приближается время самого презренного человека, который уже не может презирать самого себя. Смотрите, я показываю вам последнего человека.